Я стараюсь предохранять гаджеты от повреждения как можно дольше. Этот силиконовый чехол на iPad призван в этом помочь, так что давайте его распакуем. Вот так чехол выглядит без упаковки. Начнем примерку. Сидит идеально. Я честно говоря переживал, что у производителей один чехол на все модели iPad'ов, но нет, этот точно соответствует размеру и формам iPad 3-го поколения. Мне нравится, что кнопка Home закрыта полностью, без открытого V-образного выреза, как на некоторых других чехлах. Кнопки Home, питание и звук также полностью закрыты чехлом, что очень хорошо, так как там часто скапливается пыль и грязь. Вырез под док-коннектор позволяет легко подключать стандартный кабель. Однако у аксессуаров с более толстым разъемом могут возникнуть проблемы. Так что очень хорошо, что у адаптера под SD-карты разъем поднят, о чем я говорил в одном из предыдущих обзоров. Если бы разъем не был поднят, то из-за габаритов чехла разъем просто бы не дотянулся до контактов. Кстати о габаритах. Чехол добавляет примерно 150 грамм, что делает и без того тяжелый iPad весьма ощутимым по весу. В общем и целом я чехлом доволен. Единственная проблемка – дефект, который уже был на задней стороне на момент покупки. Глубокий ожог со следами розовой краски. Возможно остатки предыдущего чехла другого цвета в пресс-форме. Вроде бы ерунда, но я каждый раз очень расстраиваюсь, когда новые вещи уже имеют царапины и прочие несовершенства. Собственно поэтому я и стараюсь защитить их чехлами и пленками. Еще один момент – легкий химический запах, исходящий от силикона. Со временем он выветрится сам. Но если вы хотите ускорить этот процесс, то можно замочить чехол в горячей мыльной воде.